Добрый день, Чударство Роман. У меня к вам такой вопрос. В целом, насколько важна проблема климата, насколько это актуально. И есть сторонники идеи, что в целом, что это преувеличение, что это миф, и что ключевую роль играют не антропогенные факторы, да, воздействия на климат, а, собственно говоря, природные процессы, там, вулканическая активность, что выбросы вулканов, если посчитать, это эффект будет гораздо больше, чем влияние человека. Как вы считаете? Действительно, тема важная, тема большая. И не потому, что я её и занимаюсь, да, потому что, действительно, мы видим в последние годы масштаб проблемы её обсуждения растёт. По сути, тема изменения климата на сегодняшний день затрагивает многочисленные повестки, то есть на международном уровне, да, это касается решения разных международных проблем, вот, то есть какую отрасль не возьми, например, вопросы, связанные с международной миграцией, да, уже видно, как климат влияет на появление так называемых эко-мигрантов, да, то есть большое количество людей, которые вынуждены мигрировать в связи с изменением климата. Это вот лишь один пример. Что касается непосредственно моего опыта, да, как вы сказали, я последние 10 лет занимаюсь этой тематикой, тоже в практической области был, то есть когда я работал в нефтяной компании Shell, далее уже больше в академической среде. Последние годы я занимаюсь изучением этой темы. Как вы правильно сказали, тема изменения климата, возобновляемая или зелёная энергия, да, и геополитики, они очень тесно взаимосвязаны. Что касается проблем изменения климата, то здесь следует сказать, что, наверное, таким самым главным и ключевым игроком является межправительственная группа экспертов по изменению климата, которая была создана в 1988 году под гидой Организации Объединённых Наций, целью которой было изучение климатических изменений в глобальном масштабе на протяжении последних десятилетий. И вот с 1988 года специалисты, представляющие большое количество стран, тоже с различных дисциплин научных, начали изучать климат, его изменения. И с течением времени, можно сказать, к сегодняшнему дню было выпущено большое количество отчётов, научных отчётов, где вот эта группа представляла свои результаты. И если можно оценить тенденцию, да, с 1988 года видно, как всё больше и больше приводится фактов и приводится научных обоснований, в том числе через использование различных моделей, где видно, что климат меняется и меняется очень быстро, да. И на сегодняшний день достоверно, что общая температура на Земле повысилась на 1 градус за последний век. С одной стороны, это звучит как, ну, наверное, незначительно, да, 1 градус, по сути, когда, если мы представляем это в качестве, там, допустим, погодных явлений на 1 градус, если увеличивается, то, как правило, мы не придаём этому большое значение. Но именно в масштабах планеты это означает, что такое увеличение температуры и её последующее увеличение, да, например, на 2 градуса, на 3, неминуемо будет приводить к возникновению более частого количества стихийных бедствий, да, в виде тайфунов, в виде лесных пожаров, то есть ситуацию, которую мы наблюдали в начале этого года, например, в Австралии, да, это тоже в определённой степени связано с тем, что климат во многих частях света становится более тёплым. То есть большое количество таких вот пустынных бурь, плюс наводнений, это тоже с этим связано. Опять же, сложно отнести каждое явление, да, к тому, что климат меняется, но вот если посмотреть, допустим, любое увеличение количества тайфунов, неминуемо, скажем так, имеет ценностный эквивалент, да, в плане экономических убытков, также в плане возможных человеческих жертв и так далее. Это вот первый аспект касательно этой проблематики, да, то есть вот к всего, уже, допустим, к 20-му году всё больше и больше учёных соглашается с тем, что действительно климат меняется, и в том числе благодаря антропогенному воздействию, прежде всего, да, по их мнению. И здесь вы сказали тоже, что существует группа критиков, да, которые, или их можно назвать скептиками, они считают, что проблема, она не является, то есть корни её не уходят именно в области антропогенного воздействия, она больше является результатом естественных природных изменений. Если изучить их аргументы и факты, да, этой группы, можно прийти к выводу, что они используют, скажем так, не приводят детально доводы своих утверждений. То есть в отличие, допустим, от этой международной группы экспертов, да, которая делает заключение относительно изменения климата, с их точки зрения не приводится, то есть такого же детального анализа. И это, скажем так, не является аргументом в их пользу, потому что, ну, их можно назвать, что, да, они не верят в то, что это происходит, и, допустим, они могут приводить часто, как менялась температура на протяжении последних 10 тысяч лет, да, территории Земли, но, опять-таки, не видно, чтобы они анализировали то, что происходило вот в последние десятилетия, да. Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова